Рев моторов сегодня нарушил тишину в округе села Пластунка. Здесь, на местном картодроме, картингисты со всей стороны соревнуются в скорости и умении управлять своими болидами. Захватывает их и сам процесс. Крутые повороты на хвосте соперник, педаль газа до упора и невероятный выброс адреналина. Ребята признаются, а картинг для них и спорт, и развлечение. Во-первых, нужно самому хорошо ездить, по траектории все соблюдать правильно, а потом уже машину настраивать. Я получаю от этого удовольствие, мне нравится это. Потому что картинг поможет в будущем. Например, с вождением машины, сдачей экзаменов, поправа. Самое главное – по траектории ездить и никуда не смещаться. Я приехал с настроем побеждать. Всю жизнь планирую заниматься. Мечтаю стать пилотом Формулы-1. Спортсмены, даже самые маленькие, едут со скоростью 120 км в час. Несмотря на экстрим, картинг – одно из самых безопасных развлечений. Песочинская трасса отвечает всем требованиям безопасности, утверждает директор картодрома. Он же бессменный организатор всех соревнований по картингу на курорте. А еще Борис Чхетияни просит спортсменов делать акцент не только на практику, но и на теоретические знания. У нас главное знание, чтобы дети учились хорошо. И если ребенок увлекается только картингом, а не обращает внимание на учебу, мы им говорим, что ты в Сочи не поедешь, пока не справишь свою двойку. Поэтому дети стараются. Нам очень важно, чтобы наши дети были технически грамотными. Сам картинг дисциплинирует. Они вырастают хорошими водителями. В будущем это прекрасные люди. И они вырастают нормальными мужиками. От сочинской школы картодрома в Кубке Черного моря участвует целая команда – 8 человек. Ребята не уступают соперникам и на всероссийских соревнованиях всегда в почете. А вот чтобы узнать, кто окажется на сочинском пьедестале, нужно набраться терпения. В эти выходные на картодроме города состоится лишь первый этап. Через месяц грядет второй. И в середине января гонщики снова съедутся в Сочи для участия в третьем этапе всероссийских соревнований Кубок Черного моря. Тогда же определятся фавориты.